Два года в колонии строгого режима суд вынес приговор тольяттинскому студенту, который собирался в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. В Самаре появится гастрономическая карта. Такое соглашение подписали рестораторы с администрацией города. Победа досталась самарцам. На соревнования по спортивному туризму в этом году съехались почти 700 участников со всех регионов ПФО. Скрылась с места аварии. В Самаре женщину на год лишили водительских прав за то, что она сбила ребенка и уехала. ДТП случилось в новом молодежном переулке в Куйбышевском районе. К счастью, девочка отделалась легким испугом и не получила травм. Подробности в репортаже Алины Чемерес. Своего пушистого зайца маленькая Лера ни на минуту не выпускает из рук. Взяла с собой даже на заседание суда. В магазин за долгожданной игрушкой девочка отправилась как раз в тот день, когда попала под машину. На обратном пути переходила дорогу к киоску, где работает мама и неожиданно оказалась под колесами автомобиля. Я побежала к маме, а машина ехала, а машина задела. Тетя посмотрела в окно и уехала. Слава Богу, у нас все благополучно, у нас вообще никаких травм нет. Вот это прям, я говорю, доченька, ты у меня в рубашке родилась. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля была Дарья Усачева по иронии судьбы. Она родственница пострадавшей девочки. На вопрос, как все случилось, девушка отвечает, мол, ребенок упал сам и никакого ДТП не было. Поэтому и уехала с места происшествия. Не уверена я, что я ударила машину ребенка. Если бы я почувствовала, что ударила, я бы, конечно, вышла бы. Вышла подруга моя, у меня было средство состояния, и ребенок быстро убежал, даже не успела за ней убежать. И она убежала в сторону, сзади машины. Случаев, когда водители уезжали с места аварии только в Самаре. В этом году было около 70, и большая часть таких дел раскрыта. Найти машину, которая сбила Леру, полицейским помогли очевидцы. На новом молодежном переулке, где случилось ДТП, располагается рынок. Поэтому свидетелей произошедшего немало. Люди рассказали, машина, черный седан. Назвали номера и показали, куда уехал автомобиль. Была изъята видеосъемка с камер фотофиксации административного правонарушения. Это расположено на улице Уральская с пересечением Учевская. И после просмотра данной видеозаписи был установлен автомобиль Ситроен, С5. После чего был установлен водитель. Мировой суд Куйбышевского района постановил, обвиняемую лишить водительских прав на год. Придется ли ей выплачивать компенсацию пострадавшей девочке, определит судебная медицинская экспертиза. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Два года в колонии строгого режима получила житель Тольятти за связь с террористами. В законную силу вступил приговор Приволжского окружного военного суда по делу студента Тольяттинского государственного университета. Наказание присудили по статье «Приготовление к участию в террористической организации». По информации ФСБ, мужчина состоял в интернет-сообществе террористической направленности с октября 2016 года. Там связался с вербовщиком ИГИЛ, запрещенной в России организацией. Под его влиянием студент ТГО решил поехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Вербовщик приобрел для него билеты на самолет, однако покинуть пределы региона студенту помешали сотрудники ФСБ. Я думал, почему все таджики есть в аэропорту, почему милиция, они не запрещены. Я просто подумал, что почему-то много других направлений проходят по аэропорту. Никто не останавливает, никто не спрашивает. А именно меня остановили и проверили документы. Какие права и обязанности есть у ребенка, что такое право на имя, кто такой детский амбудсмен? В Самаре выпустили справочное издание по правам детей. Создание брошюры приурочено к важному событию. В этом году президент Владимир Путин подписал указ о том, что ближайшие 10 лет, начиная с 2018 года, в России объявлено десятилетием детства. Как защитить ребенка от опасности в интернете, на каких условиях могут трудиться несовершеннолетние и какие у них есть наследственные права. Все эти темы изложены на понятном языке. По мнению создателей издания, оно должно стать настольной книгой для родителей и учителей. Всего выпущены тысячи экземпляров брошюры. Они будут направлены в школы, библиотеки, общественные организации. Если мы сегодня сможем реализовать те направления, которые нам президент определяет в указе, десятилетия детства, у нас, конечно, будет высокий интеллектуальный уровень, высокий культурный уровень у наших граждан, у подрастающих граждан, которые являются действительно будущим Самарской области, будущим России. В Самаре появится гастрономическая карта. Открыв ее, турист сможет понять, где вкусно поесть и хорошо провести время. Соглашение между рестораторами и властями было подписано на конкурсе поваров. Битва рестораторов собрала лучших кулинаров, барменов, официантов и баристов. Слово Марианне Мирной. В битве рестораторов повар из Москвы Николай Сарычев не участвует. К самарским кулинарам он приехал с мастер-классом. Стейк из говядины с картофельным кремом, а на десерт панакота с облепиховым соусом. Его коронные номера. Но сам повар все же предпочитает простые русские блюда. Наверное, борщ все-таки. Потому что с залом, с черным хлебом, с луком, с чесноком, а еще полтинничек вообще будет отлично. Но это вечером, если. Поварской талант либо есть, либо нет, говорят мастера. Как ни крути, это зависит от внутреннего состояния человека и его настроения. Вот три фактора, которые влияют на вкус, цвет и текстуру. А пока кулинары соревнуются в гастрономическом конкурсе, власти делают свою работу. Между рестораторами и департаментом туризма было подписано соглашение, чтобы вместе создавать новые гастрономические бренды. Таких брендов должно появляться больше на территории региона. И, соответственно, жители других городов, они могут, уже приезжая в Самару, понимать, зачем они едут. Либо попробовать шоколад, либо попробовать какую-то интересную кухню, либо попробовать волжскую рыбу, либо попробовать помидоры сызранские, либо это может быть сыр из рождественного, там, то производство, которое открылось. Статистика показывает, что именно гастрономический туризм набирает обороты. И путешественники все чаще ассоциируют отдых в той или иной местности с едой, которую больше нигде не встретишь. Проверить, сработают ли бренды самарских вкусностей, планируют уже в следующем году, во время чемпионата мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Сквозь преграды к победе самарская команда взяла серебро на туристско-спортивных состязаниях Туряда-2017. Ребята показали высокие результаты в различных испытаниях, от ориентирования на местности до сплава по воде. Своими впечатлениями победители поделились с Мариной Матвейшиной. Ни холод, ни комары, ни препятствия. Ничто не помешало самарцам стать победителями в этой гонке. Спортивно-туристский лагерь Туряда – это соревнования по спортивному туризму. В этом году на Туряду съехались почти 700 участников со всех регионов ПФО. Ребята преодолели пешеходные, велосипедные и водные дистанции. Достаточно сильное течение, потому что дистанция была расположена на озере от Палаковской ГЭС, кажется. Сильное течение, большой выброс воды, как раз ворота находились. На этом течении было сложно пересекать струю, было сложно попадать в ворота. А касание вешек также штрафуется. То есть была возможность получить штраф. Командный дух и воля к победе помогли самарской команде стать серебряными призерами Туряды. Традиционно лагерь проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта. На родине в Самарской области победителей встречают с большими почестями и желают дальнейших успехов. На ту ряду действительно приезжают люди, которые по-настоящему любят свою родину. Это может стать такой антреатический проект. Как можно заниматься туризмом, если не любишь свою родину? Туризм на то и есть. Туризм для того, чтобы узнавать больше. А если человек хочет больше узнавать, то говорит о том, что он действительно настоящий патриот. Все команды работали, но наши работали лучше и больше, и серьезнее над собой. Поэтому такой результат достигнут. Конечно, спорт есть спорт, и останавливаться нельзя, тем более, что эти соревнования имеют, в том числе, и определенные спортивные достижения. Победителям присваивается, насколько я знаю, злание кинатного мастера спорта. Воодушевленные победы и участники Туриады уже планируют поездку и в следующем году. Обещают тренироваться и развиваться, чтобы на Туриаде 2018 стать абсолютными победителями. Марина Матвеевшина, Василий Кулдашов. События. В Самарском доме журналистов открылась выставка «Крымский вояж. Холст и тюдник с акваяж». Экспозицию составили 22 картины художницы Ольги Абраменковой. Это работы двух выездных пленеров, которые оставили след в ее творчестве. Валерия Макарова познакомилась с художницей. Попало под очарование Крыма. Самарская художница Ольга Абраменкова создала на полуострове более 20 картин. Часть из них составили выставку «Крымский вояж. Холст и тюдник с акваяж». До этого Крым видел все время на работах крымских художников, но они очень ярко пишут. Я вот его видела немножко как-то нежнее. Больше перламутра. Очень интересное состояние вот утром и вечером. Но очень трудно писать утром и вечером. Все это результат работы двух выездных пленеров. Особенность в том, что картины писались за один раз. За день три холста. На них изображены крымские пейзажи, Массандровский дворец, виды с веранды Дома творчества Коровина, окрестности дачи Чехова и, конечно, Черное море. Волга – это одно, а море – другое, конечно. Тут состояние постоянно меняется. Вот уловить этот момент, освещенность, этот бег тьмеет. Меняется очень быстро там погода. И вот нужно все это ухватить, выразить на холсте. Картины из «Крымского вояжа» можно увидеть в Доме журналистов до 15 июля. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Где не дотянутся руки, на помощь придет техника. Коммунальщики удаляют граффити в труднодоступных местах. Их называют ангелами милосердия. Соцработники отмечают сегодня профессиональный праздник. Арт-объекты не только для красоты. Пустышковое дерево выросло в Ленинском районе Самары. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин